Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Харуки Мураками «Хроники заводной птицы». Книга с художественной точки зрения пытается заглянуть в ужасы Второй мировой войны. И когда я читал эту книгу, было достаточно тяжело продираться сквозь натуралистические описания того, что было во время Второй мировой войны. На чтение этой книги у меня ушло примерно 8-9 месяцев. Несмотря на то, что у Харуки Мураками довольно-довольно легкий слог. Начнем обзор с того, что я зачитаю аннотацию к этой книге. Роман Харуки Мураками «Хроники заводной птицы» от 1994-1995 годов описывает ужасы Второй мировой войны и судьбу современника в Японии. Письма, мистические сны, воспоминания, журнальные статьи, закодированные файлы, которые похожи на полотно, которое соткано из невероятных событий, тонкой иронии и неподражаемой интонации Мураками. И этот роман, он состоит из трех книг. И все эти три книги собраны в достаточно увесистый фолиант, который содержит 814 страниц текста. В первой книге, которая называется «Сорока-воровка», Мураками относит события к июню-июлю 1984 года. Во второй книге «Вещая птица» июль-октябрь 1984 года. И в книге «Третьей птицелов» это октябрь 1984-1985. Однако, это деление на годы, это условно, потому что начинается все в относительно современности для Мураками. То есть, эта книга писалась в середине 90-х годов, а он рассказывает о середине 80-х годов, начинает рассказ. Но потом, по мере продвижения главного героя, который по обычаю книг Мураками называет себя «Я», и иногда в книгах даже не упоминается имя этого главного героя, просто «Я». «Я пошел», «Я взял», «Я поехал» и так далее. Но вот этот главный герой, буду его так называть, потому что искать имя здесь сейчас это... Он то ли роется в архивах, то ли получает письма, то ли разговаривает с кем-то. Но он продирается сквозь вот это поле информации, он условно будем называть это информационное поле, потому что термин избитый, другого нет, пусть будет так. И он как бы, как бы, в кавычках, своими глазами видит ужасы Второй мировой войны. То есть, расстрелы, пытки, боевые действия и так далее. И достаточно много мистики намешано в этой книге. Иногда я, когда я читал, я не понимал, а это вот реальность, он сейчас описывает по историческим фактам, или же он это выдумал из головы, чтобы пристегнуть как-то к сюжету эту сцену. И главный герой, он знакомится с другими людьми. Например, мускатный орех Акасака. Называет он так одного из героев. Или, например, Нобуро Ватая, это имя японское, нормально. Хонда Сан. И так далее. То есть, он знакомится с другими героями, узнавая от них какие-то дополнительные подробности. Я могу сейчас только какие-то общие впечатления об этой книге сказать, потому что читал ее довольно давно. Но общие впечатления какие? Когда действие происходит в условно-современности, будем считать середину 80-х для героев книга это современность, то читать это достаточно легко. Можно следить по тексту за перемещениями героев, за их действиями, связывать логические факты с действиями и так далее, делать какие-то выводы. Но как только переходит во время Второй мировой войны, очень тяжело. И продраться сквозь рассуждения, потому что тяжело представить те события, в которых не участвовал, в которых не видел, в которых не понимаешь. И из-за этого тормозится чтение книги. То есть, если страницы, где описывается, условно, современность, можно было прочитать, допустим, за день 10-15 страниц вечерочком после работы, то те места, где рассказывается про Вторую мировую войну, это одна-две страницы и, к сожалению, на большее не хватало. Второй раз, получается, эту книгу я читал в конце нулевых годов, поэтому часть мог переврать немножко в начале сюжета. Ну, простительно. И второй раз. Такие увесистые фолианды я прочитал в 2020 году, когда я читал 1Q84, можно посмотреть обзор по всплывшей подсказке. Или я читал Убийство командора, также обзор можно посмотреть по подсказке. И большие вот эти все произведения, мураками, они, быстрота чтения, зависит от того, какого рода текст предлагается читателю. Если это текст какой-то вот легкий, то есть про повседневность, то это одно. Если это текст воспоминаний или текст, связанный с хрониками, то это уже другое. Например, книгу «Подземка», она у меня есть, «Харуки мураками», монументальный документальный труд, я прочитал, вот, там, не знаю, 600 страниц, я прочитал, может быть, 150. Больше я не выдержал. Книга «Подземка» про атаку Аун Сенрикё в метро. Причем, то, как мураками описывает подробно, как метро работает, какие там люди ходят и так далее, слишком тяжелое чтиво. Если вам понравился этот обзор или другие обзоры мураками, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, уведомления, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.